Приветствую, друзья! С вами Искандер Бориев. Страв за поддержку сына, новая резолюция по Крыму и реакция оккупантов. 5 водохранилищ полуострова близки к отметке мертвый объем. Продажи массандры на подстроенном аукционе. 11 лет колонии строгого режима за непризнание аннексии Крыма. Об этом поговорим в 51-м выпуске блога Liberate Crimea. Российская власть продолжает использовать пандемию как предлог для расправы на теме, кто выступает против оккупации. На прошлой неделе мать фигуранта 2-го Бахчисарайского дела Хизбута Хрир Сервера Мустафаева, которого осудили на 14 лет, оштрафовали на 1000 рублей за одиночный пикет в поддержку сына. Основанием стало якобы нарушение карантинных мер. Но все мы понимаем, за что ее оштрафовали на самом деле. В среду 16 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла пятую резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. За соответствующее решение проголосовали 64 страны против 23. Конечно же, не обошлось без комментариев самих оккупантов. Перед голосованием за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Геннадий Кузьмин заявил, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились. Республика Крым и город Севастополь являются составными частями Российской Федерации. Кроме того, Российская Федерация гарантирует обеспечение прав человека на полуострове. Судя по выступлению Кузьмина и действиям оккупантов в Крыму, российскими критериями гарантий обеспечения прав человека являются обыски, допросы, аресты, запугивания и туртуры. Раз уж Россия гарантирует обеспечение прав человека, то почему она не обеспечивает беспрепятственный доступ международных правозащитных механизмов на полуостров? Как заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, Крым руками трогать нельзя, так как это субъект Российской Федерации. Он сказал, что будет дальше приземлять фантазеров с их планами, чтобы специальная мониторинговая миссия работала в крымском направлении. И снова о воде. На сей раз оккупанты опубликовали статистические данные о наполнении водохранилищ полуострова, согласно которым минимум пять водохранилищ близки к отметке мертвый объем. Действительно, ситуация стремительно ухудшается. К примеру, в Малом Маяке и Ялте воду дают только утром и вечером. В трех селах Бахчисарайского района обмелели колодцы. Севастополь снизил потребление воды из Чернореченского водохранилища. Но в то же время на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что запасов хорошей пресной воды в оккупированном Крыму достаточно, просто раньше этим не занимались и не исследовали подземные источники. Он добавил, что специалисты говорят, что в прилегающих к Крыму акваториях под Азовским морем запасы воды хорошие и утверждает, что решить проблему и выделить средства. Что же, уже провели водопровод из Кубани, перекрыли подачу воды по Днепру, провели альтернативный канал, самолетом нагнали тучи, опреснили всю морскую воду Черного моря. Теперь бурить дно Азовского моря собрались? Опасно другое, что эти горе-деятели из-за нерационального использования естественных водных ресурсов Крыма уже сегодня нанесли ущерб экосистеме Крыма, на восстановление которого нужно более 50 лет. В понедельник 14 декабря 2020 года дочерняя компания Банка России ООО «Южный проект» на аукционе купила 100% акций крымского винзавода «Массандра». Совершенно понятно, что это был фиктивный аукцион. В нем принимали участие всего две компании. «Южный проект» – дочернее предприятие Банка России, которое еще с 2014 года находится под международными санкциями в связи с оккупацией Крыма. И «Эстейт Групп» – фейковое предприятие, учрежденное в октябре 2020 года с уставным капиталом в размере всего лишь 10 тысяч рублей. Начальная цена 5,3 миллиардов рублей была занижена. В итоге «Массандра» была продана за 5 миллиардов 327 миллионов рублей с учетом того, что шаг аукциона составлял 26,5 миллионов рублей, то есть никакой конкуренции по факту не было. Данное противоправное действие является еще одним эпизодом в общем преступлении оккупации Крыма России. Кроме того, это должно быть отражено в позиции Украины в деле о военных преступлениях и преступлениях против человечности на востоке Украины и в аннексированном Крыму, которое рассматривает Международный криминальный суд. И снова приговоры. В среду, 16 декабря, в Южном окружном военном суде прокурор запросил проукраинскому активисту Олегу Приходько, которого арестовали российские силовики из-за обвинений в терроризме и изготовлении взрывчатки, 11 лет колонии строгого режима с отбыванием трех лет в тюрьме. 11 лет за что? – спросите вы. За то, что патриот Украины? – отвечу я. Боритесь за Крым. Боритесь за Украину. Чем больше людей будут знать правду о Крыме, тем быстрее мы его освободим. Желаю мирного неба над головой. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова